Сахал Служащим пришлось применить спецсредства для разгона толпы. Мемориальный комплекс Едвашем не принял пожертвования от британского аукционного дома «Кристис», который предложил крупные суммы денег еврейским и израильским организациям, занимающимся сохранением памяти Холокоста. Отмечается, что Едвашем отказался от них, так как эти средства были заработаны после продажи драгоценностей, принадлежавших покойной Хайди Хортен, чей муж был членом нацистской партии. Во время Холокоста он скупал универмаги у евреев по очень низкой цене. Всего за предметы было выручено 202 миллиона долларов, что сделало аукцион крупнейшей продажи ювелирных изделий в истории. Израиль и Саудовская Аравия продолжают вести переговоры о нормализации отношений под патронажем США и при посредничестве Бахрейна. Согласно имеющимся данным, среди основных требований к еврейскому государству фигурируют уступки палестинцам в Иудее и Самарии, получение Махмудом Аббасом полномочий по обеспечению безопасности церкви храма Гроба Господня и мечети Алякса, но не у западной стены, которая останется под полной властью Израиля. Напомню, что ранее Саудовская Аравия и Иран договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Однако министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн считает, что это не должно помешать налаживанию израильско-саудовских связей.